Беспристрастная статистика гласит, что сегодня в России детей, оставшихся без попечения родителей, более 800 тысяч. Каждый сотый ребенок является воспитанником детского дома. В нашей сегодняшней программе мы расскажем о тех детях, которым, несмотря на все перипетии судьбы, посчастливилось обрести семью. Заранее хотелось бы выразить благодарность всем тем, кто согласился стать героями нашей программы. Ведь тема эта непростая, и на откровенный разговор готовы далеко не многие родители, взявшие под опеку или усыновившие детей. Сегодня мы также расскажем о работе специалистов по охране детства мэрии Черкеска. Именно от их добросовестного отношения к своей работе зависят зачастую судьбы детей. Вместе с сотрудниками отдела опеки и попечительства отправляемся в семью Важенских. Лица этих детишек, дабы сохранить тайну усыновления, мы не покажем, но расскажем о том, как они обрели своих новых маму и папу. В доме Важенских сегодня подрастает пятеро детишек. Старшему 11 лет, младшенькой всего 5 месяцев. Мама Евгения всегда мечтала о большой дружной семье. Когда на свет появились Вероника и Артем, она решила взять на воспитание еще одного ребенка. Я как-то молчала, в интернете смотрела ролики про детей в детском доме. Ну, как бы в детстве об этом еще как-то мечтала, чтобы мои родители взяли. Но у нас семья своя большая, четверо детей у нас было. Ну, как-то молчала, потом поделилась с мужем. Оказалось, что как бы он тоже был не против. Мы пошли в органы опеки, сразу же незамедлительно. Мы узнали список документов, как бы много времени мы потратили. Собрали все документы необходимые. Потом на день открытых дверей пригласили органы опеки в наш детский дом. Ну, до этого как бы мы ездили тоже в Ставропольский край. Ну, как бы так, чтобы увидеть и лежала душа. Нет, а то был концерт, там мы познакомились с Викторией. Когда, ну, как, информации не располагала, узнала, что есть еще братик старший на год, старшего на дня. Когда мы туда приехали, узнали сразу Владика и ездили, навещали их двоих. Родных брата и сестру не разлучили. Владислав и Виктория вскоре переехали жить в этот дом. Сегодня ребята радуют своими успехами родителей и с гордостью демонстрируют нашей съемочной группе свои грамоты, полученные за успехи в учебе и иные достижения. Супруги Важинские смогли окружить этих детишек, потерявших собственных родителей, любовью и вниманием. Они живут в атмосфере взаимного уважения и доверия, которые так необходимы им для полноценного развития. Поначалу было сложно, дети боялись нас, как бы. Я боялась лишний раз что-то сказать, где-то что-то. Была, конечно, ну, какая, ну, как бы, немного напряженная обстановка. Ну, когда прошло уже больше года, уже полтора года прошло полно. Когда сейчас они обнимают и говорят, мамочка, я тебя люблю, по-моему, дороже этого ничего нет. История супругов Аслана и Валентины Камовых из аула Эльбурган не менее трогательна, но она в то же время и трагична. Когда погиб один из сновей Камовых, они решили поехать в детский дом. И как-то вот требуют обычаи, раздали сладости детишкам. Навстречу им выбежал мальчуган со словами «заберите меня». Супруги, не раздумывая, взяли его в семью. А потом приехали еще и за двумя другими детишками. Теперь Денис, Артур и Эдик живут в дружной семье Камовых. А с мамой Инной? Сынок. Ну, не губушки, поминают губушки. Трогательное расставание с домом ребенка. Это видео мы снимали в декабре 2013 года. Валентина и Аслан приехали в дом ребенка еще за тремя детишками. Решение о том, чтобы взять в свою семью еще и родных братьев Руслана, Игоря и Данилу, им далось нелегко. Это ведь большая ответственность. Думали, потянут ли материально. Собрав семейный совет, все же решили, мальчики должны жить в их семье. Сейчас в доме Камовых подрастает шестеро приемных детей. Я не знаю, мне так их жалко почему-то с тех времен, когда я их брала еще, тех последних, как-то вот видела одного из них, как-то чувство закралось до сих пор и не могла успокоиться. Не знаю, или судьба, наверное. К сожалению, так как этим маленьким героям нашей программы везет далеко не многим детишкам, по статистике в России усыновляют лишь 5% детей от числа оставшихся без родительской поддержки. Первые цивилизованные детские дома в России открылись по приказу Екатерины II. Вплоть до этого периода, если ребенок становился сиротой, его, как правило, брали на воспитание к себе родственники. Таким образом, ребенок продолжал жить в семье. Да и в наше время немало тех, кто берет на себя обязательства по воспитанию племянников, племянниц, внуков и внучек. Надежда Александровна Печура проработала в правоохранительных органах республики долгие годы. Сейчас она возглавляет Совет ветеранов Министерства внутренних дел. Патриотическое воспитание молодежи, помощь ветеранам, она всегда активна. Но лишь близкие люди знают, какое горе постигло ее семью. Еще в 2004 году старший сын Надежды Александровны попал в автомобильную аварию, после чего остался инвалидом. Он жил в Краснодарском крае. Естественно, семья оставила его. Кому нужен инвалид? Я привезла его и начала ходатайствовать перед мэрией города о том, чтобы оформить опеку. Это был первый, но не последний удар судьбы. Недавно ушла из жизни и дочь Надежды Александровны. На руках у меня осталась ее малолетняя девочка. Ей пять лет. И, вы знаете, сама того не ожидая, ну, в горе, вот, я совсем обо всем забыла. Звонок по телефону. Надежда Александровна, пожалуйста, придите в отдел опеки и попечительства. А что, девочки, случилось? Так так же, у вас же беда такая. Нужно оформлять документы. Я настолько была потрясена вот этим вниманием, заботой. Когда люди не по функциональным обязанностям. Вот, вот пришел человек, мы его примем, поговорим о том, что беда случилась. И они об этом узнали. С такой большой благодарностью Надежда Печура говорит о сотрудниках отдела опеки и попечительства мэрии города Черкеска. В свое время они не оставили ее наедине с бедой. Оказали поддержку. Любовь Песоцкая работает в органах опеки и попечительства городом уже более 10 лет. Для многих семей, таких как Баженский и Печура, она стала, можно сказать, близким человеком. Сегодня в городе проживает свыше 130 детей, находящихся под опекой. И если вдруг у их подопечных возникают какие-либо проблемы, специалисты по охране детства спешат на помощь. В любой семье, когда ребенок становится подростком, появляются какие-то проблемы. Кто-то начинает курить, кто-то еще что-то пропускать уроки, не ходить на занятия, сидеть в интернете. Естественно, опекаемые дети, они все такие же дети, как и все остальные. И у нас появляются такие проблемы. Мы выезжаем непосредственно в семьи, мы приглашаем опекунов, приглашаем подопечных сюда к нам на беседу. Они всегда идут сюда, знают, что здесь мы им окажем непосредственную помощь. Вызываем классных руководителей, приглашаем сюда соцработников. То есть мы стараемся все это вместе, если где-то какие-то моменты не посещает, не учит уроки. То есть все это обсудить все вместе и решать эти проблемы. Были даже такие случаи, когда у нас одна девочка ходила каждую неделю в пятницу и отчитывалась нам непосредственно в опеку, сколько она уроков посетила, какие оценки она исправила. То есть за полтора месяца она непосредственно уже выровнялась. Конечно, большинство детей чувствует себя в новых семьях достаточно комфортно. И такие случаи единичны. Но все же без этих специалистов опекунам было бы намного сложнее. Дельный совет иногда дороже золота. Сегодня отдел возглавляет Инна Воловик, педагог-психолог по образованию. А бывало такое, что вы видите, что ребенок, который под опекой находится или усыновлен, как-то не так к нему относятся нынешние родители, так сказать. И как вы поступаете в таких случаях? Вы знаете, к счастью, такого у нас не было. То есть это хорошо взаимопонимание. То есть стараемся к одному знаменателю приводить. И опекунов, и усыновителей, и также деток. То есть стараемся помогать во всем. Понятно, что сиротами дети становятся по разным причинам. Некоторых матерей и отцов лишают родительских прав из-за ненадлежащего ухода за ребенка. Можно только представить те квартиры, в которые приходят специалисты муниципалитетов и полицейские, получив сигналы о неблагополучной семье. И это первый признак того, что в таких условиях не может жить благополучный ребенок. Типичная история. Взрослые выпивают, а ребенок брошен, если родитель справляется со своим так называемым недугом. Ребенка ему возвращают, если нет, и он продолжает деградировать, как это чаще всего бывает. Его лишают родительских прав. Специалист по охране детства в мэрии Черкесском Жанна Эбзеева защищает права детей в суде. На ее памяти таких случаев, когда родители осознали свои ошибки и пошли на пути их исправления, очень мало. Был такой случай, когда молодая мама имеет 10 детей, она была лишена родительских прав и впоследствии все-таки она образумилась и восстановилась в родительских правах. То есть, когда есть желание, когда родитель желает улучшить свое, нормализовать свое поведение, образ жизни, то это получается. Очень часто брошенные детки остаются жить в доме малютки, а потом и в интернате. Иногда находятся люди, способные подарить такому ребенку тепло материнских рук и свою любовь. Конечно, быть матерью и отцом – это непросто, это большой труд. Герои нашей программы знают, что дети – это счастье. И совсем не важно, приемные они или нет.